На кадрах старейшее печатное издание страны, выпуск древолюционной самарской газеты. Номер вышел в свет в 1883 году, спустя 30 лет после первой напечатанной газеты в Самаре и 180 лет после первых общероссийских петровских ведомостей. Издание получило общественное признание, журналисты писали о главных городских новостях, ценах на продовольствие. Здесь печатались авторы, например, Александр Куприн. В 1895 году редактором стал Максим Горький. В газете писал Фильетона под псевдонимом Иегудиил Хламида. Издание становилось еще популярнее. В годы Первой русской революции все изменилось. В 1906 решением суда редакцию распустили. В последующие годы во всех газетах страны печатались лишь протоколы и отчеты партии. Лишь к 60-м издания вернулись к научно-популярным статьям. Если в редакциях слово зарождалось, то именно здесь оно выходило в свет. Самарский дом печати построили в 1964-м. Тогда это была одна из крупнейших типографий в Поволжье. Здесь печатались не только региональные, но и федеральные издания. Тогда это здание было местом притяжения горожан. Здесь располагались клубы по интересам и часто проходили концерты. Здесь печаталась и популярная советская волжская «Заря» в народе «Зорька». Александр Лаврик в печатных медиа уже больше полувека вспоминает «Зорьку» как начало творческого пути. В 70-е газета становилась народной, рассказывает Александр Владимирович. Люди не только читали о событиях, а становились их частью, главными героями. В «Зорьке» писали о слесарях, учителях, продавцах. Стыдили нерадивых коммунальщиков. Горожане видели в таком печатном СМИ защиту. О жизни города, транспорта городского, каких-то коммунальных служб и прочее газеты тогда не писали. Не писали. Была партийная тематика, была там сельскохозяйственная тематика, была международная тематика. Но вот чтобы писали, как изменится маршрут, например, 24-й автобуса, и почему он изменится, какие новые будут, такого не было. Поэтому один из главных тезисов был, что мы должны как можно шире освещать жизнь города. В 90-е в городе возродилась Самарская газета. Муниципальные издания восстановили решением Горсовета. В конкурсе на должность главреда участвовали 13 журналистов со всей страны. Победил Сергей Рязанов. Радость от победы почти сразу сменилась недоумением. Нет ни помещения, ни мебели, ни сотрудников. Есть дефицит в стране и задача – выдать номер. Это люди, которые работали, если не с 91-го, то уже с 92-го года точно. Писали о том, что ждали люди. В 93-м году собственниками газеты стали сами журналисты. Статьи стали еще свободнее. За них приходилось отвечать и порой не только словом. Мне потом много чего рассказали про то, что со мной сделают, из газеты сделают. Но мы позволяли себе это. В асфальт закатать обещали. Всю родню мою порезать на шашлык обещали. Мы старались быть честными. Мы боролись за свою независимость. У людей не всегда хватало на чай и макароны. А самарскую газету выписывали. Став самостоятельным изданием, газета лишилась муниципальной финансовой поддержки. Выживали за счет рекламы и пиар-компаний. Первыми использовали в этом городе практику. Как это в Америке называется? Paperboy. Газетный мальчик. У нас были не только мальчики, но и девочки. Мы пошили фартушки такие, передники, с логотипом SG, самарская газета. Бейсболочки тоже с логотипом. Ребята приходили в самарскую газету, получали по пачке газет, предоплату вносили. И бегали по вокзалам, по базарам, по торговым центрам, продавали. Это была не просто реализация, это была акция рекламы. В начале 21 века печатные СМИ оставались верным источником информации, который всегда был под рукой. С середины нулевых в регионах начали исчезать газетные киоски. Содержать их стало невыгодно. На смену печатным изданиям пришел интернет и электронные СМИ. Тираж всех газет Самарской области за 20-й год составил 3 миллиона экземпляров. По такой статистике получается, что выписывают издания себе всего несколько десятков тысяч человек. Но полностью отказываться от печатной продукции самарцы не спешат. Нет. А как информацию, откуда вы узнаете? Ну, телевизор, интернет. А я, потому что в годах я интернетом не пользуюсь. Я поэтому читатель газеты. Какое-то информационное поле должно быть, кроме интернета. Сейчас аудитория, она читательская, она есть везде. И каждый выбирает удобный для них формат. И поэтому у газеты сейчас есть читатель, есть аудитория, есть подписчики. Плюс ко всему мы еще работаем для льготной подписки. Это, например, те же самые ветераны. Они получают газету бесплатно. И эта аудитория, ее никто не охватывает. Возможно, только газеты, телевидение. Современная газета – это мультиплатформа. Здесь создают контент и интегрируют его в социальные сети, но уже в иной форме. Секрет успеха векового издания – чувствовать читателя. Но точно известно, что в ближайшие 10 лет у горожан еще будет возможность держать в руках напечатанный источник информации. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.